Кот в сапогах. Блять, блять, кот в сапогах. Блять, забейте! Просто в помойку укатился буквально за одну минуту. Хоть бы постарался на публику. Хочешь играть в топовые видеоигры вместе с друзьями? Но у тебя нет денег на дорогие игры? Тогда P2Case для тебя! При покупке любого кейса тебе выпадает игра минимальной стоимостью от 350 рублей. Успей приобрести дорогие ключи по вагонным ценам. P2Case.ru Ссылка в описании. Видел бота, который на сфах развалил 1х, один всех задрэф на этом интике. И что про новых героев думаешь? Нахуя их добавляют вообще? Видел. Мне скинули ролик и посмотрел. Ну, типа бот сильный, но его можно победить. Он побеждается. Я точно знаю. Я посмотрел игру. Челик, который с ним играл, очень плохо играл. Мне же с этим Сюбором видео скинули. Сюбор очень плохо играл. Это вообще зашквар. То есть там бы его победил любой задрот на сфах. Я думаю, что новые герои, очередная анимешная хуйня, я думаю, что Манки Кинг был хуйня, я думаю, что Арк Ворден был хуйня еще даже. Еще даже тот герой, которого в первой доте добавили. Это Арк Ворден, да. Я считаю, что последние 4 героя в доте, то есть Арк Ворден, Манки Кинг плюс 2 новых героя, это лютая хуйня. Мне вообще не нравится. Короче, я, ну, Арк Ворденом вообще не играю. Я вообще им даже, по-моему, ни одной игры в ранкете не сыграл. В доте 2. Манки Кингом у меня ноль игр в доте 2. Вообще ноль. Не только в ранкете, а вообще ноль. Я им даже не заходил проверить, потому что настолько уебищный герой в плане концепции. Понимаете, вот эта вот какая-то гейская обезьяна. Просто гейская обезьяна. Манки Кинг же реально какой-то вообще, ну, какая-то анимешная гейская хуета. Именно гейская. Смотрите, вот посмотрите на него. Сними на его ебало. Что это такое? Блин, двигается постоянно, это естественно. Просто концепция героя настолько противная. И вообще, вот добавлять обезьяну, типа Манки Кинг. В скольки тысячах игр вот эти обезьяны были в качестве героя. Я не знаю. Мне абсолютно все не нравится. Начиная с модельки, начиная с его одежды. Заканчивая тем, что он похож на какого-то гейского аниме-персонажа. То есть у меня последние 4 героя в доте вызывают отторжение. Ноль игр на Арквордене в ранкете. Ноль игр вообще на Манки Кинге. Не знаю насчет двух новых героев, но кот в сапогах это тоже пиздец какой-то. Просто кот в сапогах, охуенно, блин. Какая-то феечка. Я не знаю. Вот. Добрый почонтик! Концепция героев просто лютая хуйня. Раньше добавляли, понимаете, каких-то охуенных мужских героев. То есть тупо какой-то хускар. Что там еще было? Там был пачка, добавили 4 героя, одновременно с хускаром. Какие там герои добавлялись еще? Не помню, в каком паче добавили петлорда. Это сейчас про доту 1 говорю, я сейчас не про доту 2. Раньше герои имели какую-то более уникальную концепцию. Ощущение складывается, что эти персонажи, они были использованы уже тысячу раз, их переделывали тысячу раз, потому что по ним видно, что они ничего из себя не представляют, не имеют уникальной концепции. Вот Манки Кинг, когда добавляли, там еще куча чела спамили что-то. Вообще какой-то герой из Лола. Я не знаю. Сейчас многие могут ответить, типа, а Лина персонаж из аниме? Так вот, посмотрите на Лину. Неужели она выглядит, как, ну, как, как будто она из аниме? Даже в доте 2, даже в доте 2 она, ну, по сути, я бы не сказал, что она выглядит какой-то анимешной. Даже в доте 2. Ну, посмотрим. Конечно, я бы хотел оказаться неправым, чтобы эти герои были интересны. Это феечка и кот в сапогах. Блядь, кот в сапогах. Как бы, бот, ну, очень сильный, да. Ну, что еще? Я чекал, чекал, чекал. Хорошо, давайте вам покажу кое-что. Еще я найду и покажу ошибки, почему, ну, Сюбор проигрывает сильно и почему бота можно победить. Ну, бот задерживает крипову очень сильно, да. Вот это вот, это вот серьезное преимущество. То, как бот задерживает крипову, это пиздец преимущество. Это вот, это вот важный момент, но это еще не все далеко. Как бы, это еще, ну, это не выигранная игра. Это не дает, как бы, какого-то, ну, это дает очень сильное преимущество, но, учитывая, что это бот, я бы не сказал, что дает прям колоссальное преимущество, учитывая, что это бот. Сейчас, короче, покажу моменты, когда, ну, на чем бота можно выиграть в теории. То есть, у бота две самых главных силы есть. Это супер ласт хит, то есть, у него ласт хит безумный, потому что это бот. И то, что он задерживает супер сильных крипов и начинает с хайграунда. Но, кстати, там во второй игре будет показано, как бот задержал крипов так, что они оказались под вышкой. Это уже не выгодно, потому что получается, ну, под вышкой добивать крипов. Хотя, опять же, бот может, но все равно это не выгодно, потому что там быстро пропушатся и крипов идут обратно. Короче. Думаю, надо будет перематывать, чтобы показать эти моменты. Вот, смотрите, вот этого была, ну, вот, челик, это вообще не того игрока посадили. Ну, этот челик проиграет задротам SF, людям, понимаете? Почти всем, наверное, ну, которые реально задроты. Ну, вот что за хуйня? Чел нажал бутылку, ему сразу сбили бутылку. Ну, так это же... Бот же не может быть богом, блядь. Он же не сделал тебя коил на тысячу рейнджей. То есть, ты нажимаешь бутылку, блядь, и тебе ее сразу сбивают. Значит, ты идиот. Это не значит, что будет сильный, правильно? Вот уже игра начинается скатываться в помойку. То есть, нажимается бутылка, и она сразу проебана. То есть, сразу же минус бутылка, сразу же. Даже нихуя не отхилена. То есть, вот после такого момента, после этого можно было вырубать и не смотреть дальше. Потому что, ну, это же бот, а не бог. Он не может сделать я коил на тысячу, на тысячу двести рейнджей, на тысячу пятьсот, на фонтан, блядь. Он просто сделал коил. Игрок живой тоже так мог сделать коил, избить бутылку. Ну, это полная хуйня, так вот терять бутылку, да. Это зашква оружия. Ну, теперь, конечно, крипам хуй подойдешь. Без бутылочки. А вот отхеривается. Ну, и все, теперь сейчас бота будет за счет этого преимущества. Да еще лишний, блин, как бы. Не только то, что он сейчас может полноценно воевать. А то, что еще синему придется потратить лишнее золото на бутылку, а боту нет. Ну, это уже как бы... С того момента игра уже начала очень сильно проигрываться. Теперь бот не пускает крипам. Но суть в том, что живой игрок делал бы то же самое, если бы так сильно проебался противника. То есть... Если бы они посадили какого-то игрока посильнее, было бы намного, ну... показательнее. Понимаете, вот эта вот победа бота показывает, что бот очень сильный. Она показывает, что бот очень сильный. Но она не показывает, что бот непобедимый. Я уверен, что бот победимый. Я уверен, что его можно победить буквально с третьей попытки, скорее всего. Там есть понять, ну... Как он двигается во время файтов. Это очень важно, потому что бота можно победить только во время файтов. Это, очевидно, единственная возможность побеждать бота. Кстати, вот здесь я немного не понял момента. Сейчас давайте перемотаем. Смотрите, стоп, секунду. Койл. Здесь был рейндж койл. Мид рейндж койл. Ну, еще раз. Дальний койл. Теперь он подходит давать средний койл. Мне просто подождите, она-то бот. Так, еще раз. Потому что я что-то не догоняю. Вот, дальний койл. Дальний койл кд. Теперь он может подойти дать средний койл. А, у него не будет мана на второй койл. Тогда я понимаю, окей, тогда я понял. У него не будет мана на два койла. Все, я понял, наконец-то. Дошло. Ну, что еще? Не думаю, что это самый лучший в мире SF. Я не думаю, что это самый лучший в мире SF, во-первых. Я знаю, что бота нельзя переформить. Так, я хочу вот объяснить. В то время, когда я был задротом 1 на 1, то есть это было 10-11 лет примерно, то есть это уже очень давно, я почти все игры проигрывал по крипам, когда я играл против задротов. То есть почти все игры, когда я играл против реально задротов, SF-ов, я проигрывал по крипам, потому что у меня всегда был слабее ластхит, чем у противника, ну, если противник задрот. Ну, то есть это как, ну, это чисто механический скилл, это как аим там еще в шутерах. У меня, ну, я никогда не отличался каким-то супер-мега-механическим скиллом. Я почти всегда проигрывал по крипам, но я аниме всегда выигрывал. То есть по крипам проебать, это еще не все. Как бы, я понимаю, что бота нельзя перефармить, и то, что бот очень хорошо задерживает крипов. Но я знаю на 100%, я вот по этой игре еще видел, что бота можно переиграть на разменах койлами, и, ну, даже дело не в харассе. Бот, ну, пока что еще... Вот по этой игре видно для меня, что бот не может понять, когда ему стоит убегать. Бот не может этого понять еще пока что. Ну, это мое мнение. Ну, короче, давайте продолжим, я слишком долго уже отвлекался. Ну, что еще? Ну, сейчас вообще вот это вот ситуация, в которой находится синий... Привет, папаня. Сегодня я с бабушкой поругался. Она срубила куст в огороде, за которым я курил. Это был уважаемый куст. Ты меня ради этого перебил? Я сейчас обратно верну 500 рублей. Кстати, тут игра началась. Ладно, парни, ну, блин, я бы продолжил аналитику, но игра началась, сейчас посмотрим. Если там, ну, только начало пиков, то я продолжу, maybe. Ну, короче, вот, изначально я сказал вот уже, что синий проебал из-за того, что он сделал суперошибку и проебал бутылку. Да, то есть сейчас он находится в проигрышной ситуации из-за той ебаной бутылки. Сейчас у бота 16 крипов, а у синего 5 крипов из-за той ебаной бутылки. Но живой игрок так же само мог бы сбить бутылку. Ну, то есть, если сделать такую ошибку и потом это выказывать, ну, показывать на представление публики, всему миру, то, как челик просто проебал бутылку и потом проебал в миллион крипов, ну, это такое. Так, давайте еще немножко посмотрим. Может быть, тут можно перемотать на x2 скорость. Го, 1.5. Но могу что-то пропустить на 1.5. Хотя я не должен. Окей, эта бутылка он хируется полностью. Ну, сейчас подвышка суперсложная, кирповая, во-первых, потому что дэмэджа мало, во-вторых, потому что подвышкой. Ну, все пошло, все пошло, как бы, все началось с той ебаной бутылки. И теперь настолько сильное преимущество бота после бутылки. Но суть в том, что... Как бы ты играешь против бота, ему вообще нельзя давать вот такие вот преимущества, потому что понятно, что он уже в микро-моментах потом не ошибется. Ну, что еще? ВИП-малый точка нет. Лучшие индивидуалки Киева. БЛЯ. Без предоплат и прочей хуйни приедут к тебе прямо под финальчик. Ну вот, опять вторую бутылку проебал. Ну, смотрите, челик уже проебал две бутылки подряд. Вот, он уже две подряд выебал бутылки. Вот, не отхилился. Ну, наполовину отхилился вроде. Сразу проебал еще на бутылку. Теперь снова у бота намного больше хп, по сути. Ну, как это намного больше? У него достаточно много хп, чтобы он передамажил. И у бота еще вроде больше мана. Не, у бота нет. А, у бота же вообще нет мана. Это, короче, забейте. Я просто смотрел сюда, и потому что кликнули на бота. У бота мало мана, но anyway, синий anyway в проигрышной ситуации, потому что это бот, и он будет, ну, отходить от койлов. Скорее всего, он сейчас и бутылку еще одну понесет. Суть в том, что синий уже две бутылки проебал. Просто проебал. К примеру, если он сейчас отхилился, я не знаю, по идее, у него было бы маны на 3 койла плюс стик, он мог бы захорасить бота, попробовать. Я не хочу играть, я же сейчас не задрот 1-1. Какой смысл? Ну, я же сейчас не задрот. Какое это имеет смысл? Я говорю, что бота можно выиграть. Ну, это реально пока что еще в теории. Его еще реально выиграть. То есть, я не говорю, что я бы его сейчас выигрывал 100%. Я же сейчас не задрот. То есть, ну, как бы я вообще перестал 1-1 играть после того, как я проиграл позорно тому 7к рендому. Короче говоря, минус две бутылки уже, минус две бутылки. А если бы он сейчас не проебал бутылку, у него был бы стик. Кстати, у бота есть манга. А, так у бота манга еще есть. У него был бы стик, но тогда бы у него не было больше манга раз у боты мана. У него есть сложно. У бота мана, у бота бутылка. Это пиздец, жестко. То есть, второй проеб бутылки, это уже полностью аннулирует шансы на победу, по сути. Потому что, теперь, когда у бота еще манга есть, синий не имеет ни единого шанса вообще на камбэк. То есть, ища... Тут крипстат будет просто в три раза выше. Ну, челик проебал. Две бутылки ебаных. Это вот смерть, это что такое? То есть, мы видели два проеба бутылки, и дальше какой-то дикий лоу-скил пошел. То есть, просто, просто дача. Ну... Это просто фит, то есть... Посмотрите на ебало, как будто челик удивлен. Ну, так это... Что я хочу сказать, то что эта игра, ну, она показывает то, насколько сильный бот. Но она не показывает то, что бот непобедим. Она не показывает то, что бот непобедим. Потому что противник бота посредственный SF, ну, обычный, типа, там, 6к, 7к SF от силы, там, да? Ну, на миде 1 на 1. Она ничего так не показывает. Это же просто был фит. То есть, первая смерть, когда уже игра 100% закончена. Два проеба бутылки, полный проеб по крипам из этого. То есть, теперь смерть, когда... Просто отдача, просто отдача. Причем, под пятый уровень пошел драться. У бота пятый уровень уже, койлы уже жесткие, он только что получил пятый. Синий даже не задумывался о том, чтобы отходить. То есть, ну... Это... Это абсурд. Что-то показывает, когда у бота 272 хп остается после файта. Что-то вообще может показывать. 272 хп остается после файта. Давайте перемирать на вторую игру, теперь по фасту. Да ты прав, про игру Денди 100%, он уже не тянет и сыграл супер хуя. Это ужасно, это не просто супер хуя, это ужасно. Можно, ты прав? Просто на дистанции бот выигрывает, он супер стабильно играет и не подставляет. Да я знаю, что уже пики. Го к пикам. Там реально интересно. Сейчас она поставит 500 рублей донат уже, потому... Ну что еще? Может быть ты... Да дайте мне... Аааа... Не успею уже вторую игру откомментировать. Мистер плюсовый лигий Глеса Боед, может быть ты этому боту проиграл 10500 трубасов. Мистер плюсовый лигий Глеса Боед, может быть ты этому боту проиграл... Так вторая игра, го по фасту. Мистер плюсовый лигий Глеса Боед. Я не знаю, что я использую, но я думаю, что он делает, и я пытаюсь копировать, что он делает. Я пытаюсь копировать боту. Да. И ты тоже можешь брать риджи на фигуру или что-то. То есть первая игра, две бутылки, и потом просто фид... Ну просто подошел на фиде, это полная хуйня, это просто смешно, блять. Это анализировать... Так же самое мог бы хайскил игрок, любой бы хайскил игрок на SF, ну который задрот один на один, так же само бы выиграл, понимаете? Так же само. И бот не нужен тут. Это тупо анализирует вот так вот. Окей, вторая игра. Глупо фасту, парни. Ну сейчас бот, заметьте, бот как бы задержал крипов настолько сильно, что он под вышкой. Я не считаю, что это особо выгодно, что он под вышкой, потому что как бы враг уже может на хайграунде тоже стоять в принципе, и бот сейчас пропушит, и типа теперь будет розовой под вышкой. То есть задержка крипов настолько идеальная, что не идеальная. Да, это жестко. Но теперь он выгодно разменивается. Я не понимаю, почему вообще розовый принимал вот эти вот тычки, когда тут уже куча крипов, когда видно, что лайм пушится, смотрите, это очень, ну, в 1 на 1 все моменты маленькие, которые многие могут не замечать, они все важны, смотрите. Видно, что лайн уже идет вперед. Однозначно, 100%. Почему розовый вот здесь меняется с лоу граунда с хайграундом? Что это сейчас происходит? Почему он этим занимается? Почему он пытается размениваться? Почему он получает расточку? Почему еще на получил точку? Почему это делать? Вот такие вот моменты, вот такие вот моменты, это, это... Ну что еще? Это суть игры 1 на 1, это суть зеркалок. Точка, чем слэш и дни 1 Н, продажа лутбоксов, овермач по 69 рублей. Это, это суть зеркалок, это суть игры 1 на 1. Вот такие вот проебы, ну бля, это несерьезно. Теперь опять бот участина по хп выигрывает. Он после тех тычек накидал пару койлов и теперь он, ну, опять у него преимущество серьезное. Челик еще так, что если вы заметили, он только что, насколько я понял, смотрите, теперь мотаем блин, потому что с двоих скоростью очень сложно проебываю эти моменты. По-моему, он нажал red click на бота, смотрите, потому что на него побежали крипы, на него побежали все радиант крипы милишной, потому что он нажал red click, на бота. И он сейчас ситуация опять какой-то супер хуёвок, он вообще еще может сделать и он еще теряет больше хп, а боту, это, к примеру, пришла бутылка идеально по таймингу. Блядь, блядь забейте. Это просто в помойку укатился буквально за одну минуту. Хоть бы постарался на публику в помойку не укатиться за одну минуту, я не знаю. Короче, повторюсь, по анализу этих двух игр бот показан очень сильный, базарной бот реально очень сильный, но тут не показано, что он непобедимый. Я вижу, как его в теории можно победить. Бота можно в теории размотать на разменах койлами. В теории это вообще возможно. Я уверен на 100% что это возможно. На дистанции, не знаю, на дистанции человек просто устанет. На дистанции, конечно, не получится, человек будет вставать. Но если играть одну игру в день, maybe получится. То есть, надо человеку быть на 100%, на 300%. Вам поехали комментировать игру.